Ажиотаж, вызванный началом выплат клиентам КС-банка, похоже, достиг своей вершины. В очереди к заветному окну граждане записываются давно забытым способом. Пишут номера на ладошках. Основная часть ожидающих приема – пенсионеры. Они получали пенсии и социальные выплаты на карту КС-банка. Много служащих, у которых карты КС-банка были зарплатными. Теперь все они пытаются вернуть деньги с прежних счетов. Пока не очень удачно. В пятницу с трех до шести я не прошла. В субботу мы заняли очередь пол первого. До трех не прошли. В субботу. А сегодня стоим мы с 12, в 12.05 сегодня. И неизвестно, сегодня еще пройдем или нет. На входе в каждое отделение крепкий гражданин, который не пускает толпу будущих клиентов в банк. Даже если кто-то пытается пробиться к банкомату, ему тоже указывают на очередь. Кое-где на подступах к дверям начала появляться полиция. Я сюда пролезла без очереди. На меня вызвали сотрудников участковых. Меня забрали в стакет. Да, я там в 15 минут посидел, меня отпустили. И вот мы продолжаем дальше стоять. Огромные очереди заставили мэра Саранска обратиться к руководителям отделения Сбербанка. Мэр просит организовать работу так, чтобы люди проводили меньше времени в ожидании. Мэр, который в моем кабинете, она сидит с клиентом, работает, потому что есть такая информация, которую, допустим, не при всех расскажешь клиентам. После того, как мэр побывал в нескольких банковских филиалах, стало понятно, что именно городу придется позаботиться о людях, стоящих в этих гигантских очередях. На улице у входа в отделение коммунальщики поставили скамейки, чтобы можно было хотя бы отдохнуть. Вот нам привезли вот тут вот три лавочки, а то вообще стояли. Сейчас хоть присесть можно. Несмотря на то, что представители финансовых организаций пытаются успокоить людей, выплату можно получить в любой день, сроки не ограничены. Однако вкладчики, в основном это, конечно, пожилые люди, этим обещаниям, видимо, не доверяют. Многие потеряли большую часть советских рублей, но явно не советскую закалку. Мне нечего бояться. Я жил свое. А они издеваются над людьми просто. Так нельзя делать. Попытаться в такой ситуации оплатить коммунальные счета сравни с самоубийством. Простоять в очереди 5-6 часов просто нереально, особенно работающим горожанам. В Саранском расчетном центре сообщили, что сейчас спешно заключают договоры с другими банками, чтобы те могли принимать плату за коммуналку. Кроме того, заплатить за электричество, воду, газ и канализацию уже со следующего понедельника можно будет непосредственно в компаниях-поставщиках ресурсов. Кроме того, плату будет принимать и в расчетных центрах. После заключения соответствующих договоров внести квартплату можно будет во всех абонентских отделах Саранского расчетного центра и паспортных столах Саранского информационного центра. Это порядка 17 точек. Также к приему платы с ЖКУ будут привлечены иные кредитные организации, которые раньше в этом процессе не участвовали, и Почта России. Официальные представители Саранского расчетного центра просят горожан не торопиться с внесением квартплаты на этой неделе. Пока мы просим граждан подождать, не волноваться и со следующей недели в удобном офисе внести плату, либо воспользоваться онлайн сервисами. Юлия Порнова, Александр Зюзяев. Наши новости.